Как развивается мировая экономика России и Тверской области? Какие события в фокусе дня? Обо всем этом за три минуты. По итогам 2019 года объем российского фэшн-рынка сократился чуть более чем на 3%. В качестве возможных факторов, повлиявших на изменения в объеме, называется продление экономических санкций, которое сопровождалось драматически рекордным сокращением международных инвестиций и оттоком иностранного капитала. Дополнительным барьером в развитии малого и среднего бизнеса стало повышение основной ставки НДС с 18 до 20% с января прошлого года. Доля одобренных в суд за прошлый год стала минимальной за последние три года. Тверская область, по оценкам экспертов, занимает 58 место среди регионов по закредитованности населения. Каждый десятый российский заемщик отдает более половины дохода на погашение кредитов. Обычно граждане берут потребительские и ипотечные кредиты. Первый на покупку бытовой техники, автомобилей, ремонт или постройку дома. Платить по кредитам всегда тяжело. Приходится экономить на личных потребностях изредка на идее самым необходимым. Однако кредит является одним из способов сделать крупные покупки, особенно если не получается накопить совсем. Наша съемочная группа решила узнать у жителей Твери, имеют ли они кредитную историю. Машину брала. А повторно брали кредит? Ну да, потреб у меня тоже на технику, на квартиру. Потому что не накопить, зарплаты достаточно маленькие. Без кредита и как-то никуда. Родственники брали. На 12 лет 12 процентов, в среднем 10 тысяч в месяц. Но маленькая сумма и под такие проценты еще терпимо. Такие потребности, самая большая 100 тысяч брала. А повторно уже брали после этого? И потом брала, и много раз брала. Ну, шесть точно. Конечно, брали. Без них сейчас очень сложно прожить, я думаю. Но большинство кредиты и ипотеки. Ну, мелкие были, а по-крупному после раз брала, больше старались. В 2020 году право на назначение страховой пенсии по старости возникает у женщин при достижении возраста 56 лет и 6 месяцев. У мужчин 61 года и 6 месяцев. При этом необходимо наличие 11 лет стажа и 18 из 60-х индивидуального пенсионного коэффициента. При этом сохраняются категории работников, кого не затрагивает повышение пенсионного возраста. Это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию работникам, занятых в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которых работодатели уплачивают дополнительные взносы на обязательно пенсионное страхование. Россияне провели январские каникулы в заведениях фастфуда. Первая неделя нового года оказалась удачной для заведения общественного питания. Судя по числу покупок, традиционные магазины проигрывают ресторанам, кафе и фастфуду. Присовывается тренд, и жители крупных городов все чаще питаются вне дома, ведь стоять на кухне просто некогда. Число покупок в заведениях фастфуда выросло на 10%, в кафе-столовых на 11%, а в ресторанах на 5%. Статистика по традиционным торговым точкам не такая впечатляющая. Так, число покупок в магазинах у дома и в гипермаркетах выросло на 3%, в супермаркетах на 6%. Согласно опросу одного из интернет-порталов, 52% человек оставляют чаевые в том случае, если обслуживание было достойным. Если персонал кафе или ресторана относится к посетителю неуважительно, не хочется не только давать на чай, но и возвращаться в это место. Если же обслуживание было вежливым, быстрым, приятным, то чаевые станут хорошей благодарностью. 16% респондентов вовсе не оставляют чаевые. Остальные не смогли дать однозначного ответа, а не оставляют или не оставляют чаевые по настроению. Экономический обзор для тех, кто хочет знать актуальную информацию и оставаться в курсе экономических событий.